Значит здесь у нас с тобой разбавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белила, взяла коричневый, розовый, можно плюс желтоту чуть-чуть и вот этот янтарного характера цвет избавиться от белого. Там у фона есть движение по высоте. Мы сначала фоновым пятном избавимся, а потом внутрь фонового пятна будем загонять картиночку. Вот такой, примерно вот такой густоты постараемся. Давай положим уже. Теперь мастихинам поищем рисунок. Поищем рисунок. Есть линия середины, линия середины. Здесь середина падает прямо на ключи. Шеечка, вот с этой стороны шеечка чуть заступила за линию середины. Чуть заступила, вот сюда. То есть от этих пунктов легко искать изображение. Голова зашла за линией середины, да? Стерка, вот она. Уточнишь, уточнишь все проявления тонального рисунка. Тональный рисунок выгребаешь вот такими выгребаниями. То же самое и здесь. К линии шеи устремился палец. Большой. Отсюда пошел в этом направлении. Понятен ход, да? То есть наскрепти тебе проявление рисунка. Давай. Ну ты же сама сейчас. Ты же как раз будешь учитывать спередины. Поменьше этих проволок. Эти проволоки не дают никакой пользы. Вот у нас свет тень без всяких проволок. Коричневый плюс розовый. Вот эту темноту немножко насадишь, навяжешь, насадишь. То есть идем от крупных пятен. Пишем как будто бы мы сейчас пишем не личико, а яблоко. Ну или какой-то простой, более простой предмет. То есть ищем его силуэты. Далековато, наверное, зашла. То есть смотри. Вот, помнишь, что я проговорил, что только чуть-чуть зашла за середину эта линейка. То есть не прямо оттуда ушла. Поэтому оберегись. Понасаждаю вот эту мглистую темноту. Именно мглистую темноту. Вот таким штрихованием мастительного. Смотри, я не шпатлюю. Не шпатлюю. А вот так вот штрихую. Чуть-чуть насади, насади, насади. Насади, насади. Чуть насади темноты здесь. Проволоку эту убрать немедленно. То есть идем от пятна. Очень хорошее для нас действие. От пятна мы хотя бы видим соразмерность масс. Потом возьмешь тряпочку. Сделаешь из нее фигушку, как рабочий инструмент. Такую плотную площадочку. Возьмешь белильца. Допустим, краснильца. Разбеленные. И сделаем перемол того, что у нас на холсте. На внятный, светлый мотив. Вот он. Штрих по цилиндрику. Хорошо? Давай. Ну, можно, можно. Хотя лучше пока мглисто. И глисто. Растерта. Так. Мы очень любим белый класть белым. Все. Седина белого очень невкусно звучит. Пусть сначала собственный цвет тела имеет розовизну. Во всех тенистых, ты видишь, цвет тела розовит, краснит. Пусть сначала имеет розовизну, которая сверху будет, то есть свет желтит, собственный цвет тела розовит. Тогда будет красивое сочетание. А вот тот белый с седой, некрасивое сочетание. Вот когда придет легкая желтота, на легкую розовизну, будет красивое состояние цвета. Но не белое. А желтота и розовизна в разбиле. Ты согласна, да? Это в цвете. А вот это было не в цвете. В тени краснит. И штрих по форме. Желательно, чтобы он везде прозвучал, для того, чтобы стало ясно, что мы имеем дело с цилиндрами. Так. Значит, пальчиком вот в эту тишину красочки вторгнешься с розовинками, красненками, грязненками. Поищешь силуэт. Поищешь силуэт. Поищешь. Смотри, прямо выедаю краску. Не нагнетаю, а наоборот выедаю. Потому что если мы густо положим, будет очень трудно моделировать. А пока краски немного, она позволяет, дает себя моделировать. Моглисто, чтобы рисунок был не жестким, а тихеньким. Вот таким. Вот таким тихеньким. Вот таким. Выедательно. То есть мера краски пока очень небольшая. Пока будет малое количество краски, оно будет моделироваться. Плюс штрих по цилиндрику, который всюду-всюду-всюду будет рассказывать. Да? Давай. Ну ты же сама сейчас. Ну что-то надо сюда сейчас не укладывать. Все, это невозделываемое пятно. То есть его ничего с ним уже сделать нельзя. Так, вот даже так оно еще, вот-вот-вот-вот мера, в которой можно еще моделировать. Так. Ну, все-таки довести белый, вот эти вот, контраст световых и теневых до ума. То есть трафаретность света к тени довести. Смотри, довести. Не торопись с синенькой. Синенький очень быстро нарушит тишину. Так. Личика. Ну, пока неплохо. Давай, губочки и прочее. Ручечку тоже чуть-чуть понамечай. Помнишь, вдоль шеечки пальчик. И уже к этому пальчику. То есть от середин очень легко ориентироваться. То есть нашли вот эти две основные линии и уже к ней пристроили, к ней пристроились, к ней пристроились. Вот она, грабелька руки. Штрих по цилиндрику. Чтобы внятно высветлить, можно вот так подтереть. Не наращивая белил еще и еще, а вот так. И мера краски еще моделируемая, которая позволяет и вот так, и вот сяк. Если кто знает, какая у нас есть хорошая волна, потому что там такое впечатление, что с советской властью живем. Грессу вот эту взяла. Пока очень приблизительное пятно красного. Хорошо? Да. Вот эту штуковину от пятна произвести. От пятна. Не от линейного. Давай. Не произошло внятное разделение на свет тень здесь. Смотри. Это все теневая. Она соединилась с тенистостью глаза. Смотри, есть там такое? Поменьше. Соединилась с тенистостью глаза. Крупные замесы прекрати делать. Это все уже пропащее место. Нет, я кусочек, да. Пропащее место. Крупные замесы у тебя уже один раз эта проблема была. Значит, создаешь условия для удобств. Потому что сюда все, что ты не положишь, все потопнет. Ты можешь брать отсюда, но малую меру. Я только немножко отсюда. Смотри, смотри. От того, что не было ни одной такой площадки, негде взять удобство для разработки. Вот они, удобства. Есть там вот такой светичек, да? Есть вот такой светичек. Пока все делаем пальцем очень приблизительно и мутно. Потому что пока мутно, наша неопытность не будет так вопиять. Зубики до времени наберем вот так. Прикольно? Амбразурку глазика. Сначала как амбразурку. Бровоньку. Потом можно, например, чуть-чуть наметить идею белочка. Пока только наметить как идею. Смотри, не тороплюсь делать жесткий рисунок. Наоборот. Держусь этой темнятинки. Ээээ, это за мутности. Первые проявления. Звучание светика на волосах. Пусть вот такими будут. Вот такими. Прикольно? Смотри, не жесткое звучание светиков. Такое клубление света. Правда? То есть оно ничем не портит. То есть оно невыразительно, но оно и не портит. Вот такое клубление. Пощупаешь его тоже. Но она в пространстве. Правда? У нас потом будут. Ну, можешь там пару звуков вот таких поставить, чтобы у тебя некое... По направлению движения волос. Можешь парочку звучиков вот таких положить. Раздавленных. Вот таких раздавленных. Все время тряпкой пользуюсь. Вот такое. Так, что касается самой ткани. Ткань любит геометрическое исполнение. Значит, чуть коричневинка. Чуть коричневинка. Наметишь теневые с коричневизной. Где-то с коричневизной, где-то с краснотой. Но коричневинка даст прохладный цвет. Ты видишь, вполне прохладный цвет на фоне этих красненьких. Коричневинка. Коричневинка вразбили. Дает прохладный цвет. Потом мастихинчиком. Еще прежде чем делать укладку прорисованностей, Чуть-чуть порежешь, порежешь идею складок. Уже будет тканно. Ткань геометрична, вот по своей затеи. Будет тканно. Уложишь. Сначала перемелишь на коричневый, потом порежешь. Потом уже кистью будем деликатно вписываться. Так, давай, давай. Идея глазиков там, это вот такие лисички. Лисички. Это чисто коричневый, да? Коричневый, с красным, с желтым. Помнишь, там холст уже светился, так мало было краски. То есть, все-таки с некоторым количеством вещества. Моя любимая палатинка, она у меня дома давно висит над кроватью. Хотела бы ей такую. Вот, я не могу. Потому что она... Опять эти гигантские замесы? Нет, ну что, я не сила. Ну, я с одной стороны, я уберу с другой, без разума. Ну, хорошо, ладно. Слов не говори. Ты забыла, что мы светлыми партиями будем заслонять желтовато? Розовый останется в подкладке. А, нет. А я, давайте, сама заживаю. Нет, ты просто не услышала, что свет желтит, а собственный цвет тела розовит. Смотри, нарочитый штрих по цилиндру, всюду, да? Создает эффект округлости. Смотри, как желтота. Хорошо садится на подкраснённой ноге. Так естественно садится. Это всё, конечно, опыт. Лучше будут цветочки, на самом деле. Ну, напрасно ты такие. Выводы делаешь. Ну, эти цветочки легче. Цветочки нормальные. Не знаю. Здесь он ко мне с цветочками. Я вижу кусок, как... Ага, стопи, это не красиво. Игорь, за меня он светил. Ну, вы мучаете, всё же красиво. А я мучаюсь, всё ещё не красиво. А я в свет не попадаю всё время. Не попадаю всё... Извините. Беливо тебе потом выдавишь, хорошо? Да. Ну, правильно. Нет, ты сейчас смотри. Нет, ты сейчас смотри. Смотри, я кидаю красочку, и тут же её успокаиваю. То есть вещества краски на холсте немного. И очень много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем откровенно белый положить зубком, даю такой тихенький, жемчужненький цвете. Продолжение следует... Продолжение следует... Зубки это всегда проблема, поэтому стараемся находить картинки без зубков для самостоятельной работы. С улыбкой, но без зубчиков. Не, ну там все нежненько, поэтому я сделаю сейчас все это. Продолжение следует... Идея червячка на губе червячка по вертикали. Чуть-чуть обозначил. Понятно, да? Что имеется ввиду? Идея червячка на губе червячка по вертикали. Идея вот этого полосатенького. Идея червячка на губе червячка. Идея червячка на губе червячка на губе червячка. Волосы несколько тают в атмосферу фона. Вот она, резьба. Кистевая резьба создает идею множества. Давай с ручкой поработай в таком духе. Хорошо? Потом продолжу еще. Видите как? Ручка. Шеечкой до разобраться. Смотрите, с какой стати там вот так. Там же вот так. Такая колонна шеи, да? Именно связанная со свечой. Вот с таким засвеченным светом. И slow on в deinахroz. Такая колонна шеечка Rock 1200 counseling. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...